Тот, кто не сталкивался с трудностями, не познает силы. Тому, кто не знавал бедствия, не нужна смелость. Загадочно. Однако то, что самые лучшие черты характера в человеке как раз и прорастают в почве, наполненной трудностями. Я трудоголик, который не умеет отдыхать. Это очень плохо. Я работала по 20-22 часа в сутки, по полтора-два часа только спала. И просто это все сказалось со временем на моем состоянии здоровья. Сама погубила себя своими руками. Сейчас я себя очень люблю. Я очень много отдыхаю. У меня замечательная работа, которая мне очень нравится. У меня отличная команда. Я всегда стараюсь команду подбирать по себе, чтобы у меня была крепкая, дружная, как семья. Потому что здесь на работе мы проводим больше часов и больше времени, нежели с родственниками, родными и так далее. И поэтому, как бы, я решила заняться общепитом. Вероника Нурпийсова. 39 лет. Окончила Евразийский институт рынка. Владелец лаунж-бара. Предпринимательская жилка обнаружилась у Вероники, когда ей было 13 лет. Дело в том, что я жила в Алма-Ате. И у моей подруги мама занималась тем, что она торговала на барахолке. Мы решили с девчонками сделать бизнес. Мы продавали жвачки. Если кто помнит, Турбо назывались. И таким образом ее мама привозила эти жевательные резинки с Польши. Резинки всевозможные цветные. На шишку такие заколки красивые с палочками. И мы с девчонками организовали бизнес. Мы продавали их во дворе. Первые самостоятельно заработанные деньги будущий предприниматель потратил не на прожигание жизни в удовольствии. Это были бешеные деньги. Я купила своей маме серебряную цепочку. Я на самом деле из очень хорошей интеллигентной семьи. Никогда финансово мы ни в чем не нуждались. Спасибо моим родителям. Но я, еще раз повторяю, я всегда была бунтарем. И мне было всегда интересно, как это зарабатывать деньги. Как их тратить. То есть, спасибо моему папе, он научил меня правильно и рационально использовать и свое время, и свои финансы. После окончания университета Вероника поработала в банке, но вскоре окончательно убедилась, что это не ее призвание. Я лучше рискну и получу большой курс, чем я буду за маленькую зарплату каждый день, но стабильно сидеть в одном и том же месте, не реализуя себя. Перед тем, как заняться ресторанным бизнесом, она сменила несколько профессий. Одно время даже работала кризисным менеджером. У меня была команда из четырех человек. Мы занимались реструктуризацией, ну, проектный менеджмент, как сейчас это уже модно, да. Плюс бухгалтера, мы делали калькуляцию, мы делали ревизию на предприятии. То есть, грубо говоря, тот же аудит. Наша задача была не сделать полный аудит компании, не уличить в каких-то там грязных делах, или там не в каких-то налогах, или еще что-то. Нет, наша задача была главная, помочь руководителю, чье предприятие сейчас идет в упадки, то предприятие поднять, реструктуризовать, или же направить в другое русло, для того, чтобы был подъем в данной организации. Уже вскоре Вероника заскучала и поняла, что пора открывать собственное дело. К тому времени за плечами у нее был хороший опыт. Мой знакомый на тот момент остался без работы, он был неплохим шеф-поваром, он не мог найти работу. И я ему говорю, ну, в принципе, ты же работу не можешь найти, нормальную. Давай, откроем ресторан, ты будешь шеф-поваром. Мы начали искать помещение, нашли, в принципе, довольно быстро помещение. Запустили процесс наш, уже готовый был процесс, у него уже была отработанная кухня. Спасибо ему большое за то, что как бы он внес свой вклад, свою лепту в развитие моего бизнеса. И впоследствии он просто отошел, ушел в другое место, то есть как бы дальше развиваться, дальше работать. При разработке бизнес-плана необходимо обязательно учитывать особенности помещения. Его можно арендовать или организовать предприятие в собственном помещении. Выбор сооружения зависит напрямую от концепции заведения и бюджета. Первоначальные инвестиции составляют 10 миллионов тенге. Туда входят ремонт и установка систем кондиционирования и вентиляции, покупка оборудования и посуды. В ежемесячные траты входят аренда помещения, продукты, оплата труда персонала, расходы на эксплуатацию помещения, расходы на продвижение бизнеса. В лаунж-баре очень важен подбор персонала. Наиболее популярны те заведения, которые готовят блюда европейской и восточной кухни и рассчитаны преимущественно на посетителей среднего класса. Главная ставка в заведении должна быть сделана на следующие факторы. Хорошая кухня, высокое качество обслуживания, приемлемые цены. Проект окупается примерно за три года. Вместо обычного ресторана Вероника решила открыть лаунж-бар. Одним словом, продала посетителям уже давно известную старую слугу в новой упаковке. Весь интерьер в моем заведении я подбирала и разрабатывала сама. Это наш европейский зал, он более светлый. Второй зал у нас идет восточный. В восточном зале у нас новая мебель. Мы ее недавно заменили для удобства наших гостей. Пока лаунж-бар прошел своеобразный адаптационный период узнавания и принятия горожанами, предпринимателю пришлось хорошо потрудиться, как в плане кухни, так и обслуживания. Мы находимся немножко в таком месте, что оно не очень проходимое, но зато здесь у нас есть наша публика, наш контингент, который приходит именно к нам. На каждый день у нас есть акция. Изначально я сама и официантила, и чистила картошку, помогала, и все-все-все, то есть не вопрос. Потихоньку мы, конечно, как дерево обрастает яблоки, листочками, цветочками, яблочками, точно так же мы обрастали. К нам приходили ребята, и на помощь официанты, и, естественно, бармены, и повара. Успешный ресторан – это тот ресторан, который ведет сам владелец. Сегодня в заведении работает 9 человек. Кухня, новый заказ. Карбонары один. Принято. Иногда на кухне я готовлю сама. Бывает такое, что и заняты мои повара, в зале очень много народу. Бывает, что я просто люблю это дело делать. Она энергичный человек, прежде всего. Она заряжает энергией. То есть ее, когда видишь, ей видно, что она что-то хочет сделать, что-то хочет рассказать. То есть она общительная. Соответственно, от нее можно получить какую-то информацию, которая пригодится в дальнейшем для работы. И, соответственно, мы общаемся все. То есть всегда уступчивая, улыбчивая, общительная. И, прежде всего, энергетика. Среди клиентов заведения госслужащие, менеджер среднего звена и жители близлежащих домов. В лаунж-баре с уважением и любовью относятся к каждому гостю. Выражение «клиент всегда прав, как никогда работает здесь». Если гостя что-то не устраивает, мы всегда делаем комплименты. Когда внедряем какие-то новые блюда, мы, допустим, в течение трех-четырех дней просто угощаем гостей, чтобы они говорили свое мнение на эту тему. То есть для нас это тоже очень важно. Не так просто я придумала или мои повара придумали что-то, и вот мы это раз и внедрили, хотите, не хотите. В нашей кухне мы делаем все время замену. Мы постараемся что-то новенькое внедрять. Активное, энергичное, решительное. Будучи на восьмом месяце беременности, предприниматель все свое время посвящает любимому делу. Мои гости, мне нравится их восторженный вид, я не знаю, восторженные эмоции, отзывы, отклики, что им нравится эта еда, что им нравится атмосфера, что им нравится, что они сюда приходят. 95% моих гостей говорят, что они приходят сюда как домой. Они ведут себя как дома. Иногда забывают, что они не дома. Но это, с одной стороны, конечно, очень приятно, но с другой стороны, бывают, конечно, и сложности разного плана. Вероника Нурписова уверена, что нет недостижимых целей. Есть большой коэффициент Лени, поэтому впереди далеко идущие планы и грандиозная мечта. Открыть семейное кафе и сделать его самым популярным в Астане. У меня давно уже зрела идея открыть семейное кафе, где родители пришли с детьми и разошлись. Родители сами по себе отдыхают, кушают, веселятся дети сами по себе. Ну и опять-таки для реализации этого направления нужен опыт, нужно умение, знание. Поэтому сейчас я все это приобретаю, изучаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова